шалом дорогие друзья и так на этой неделе мы с вами изучаем главу трума где всевышний говорит постройте для меня храм я прихожу в ваш материальный мир когда люди на горе сенай сказали на ассе вы не шмак всевышний нас нету есть только твоя воля есть только ты и мы будем слушаться и выполнять твои заповеди максимально эффективно даже когда мы еще не понимаем почему именно такая заповедь или другая мы слушаем только тебя мы выключаем свое эго свое какое-то эгоистичное понимание жизни мы следуем твоей воли когда люди это сказали сразу всевышний говорит я иду к вам принесу вам благословение раз вы готовы меня принять тогда строите для меня храм каждое утро когда мы встаем у нас есть выбор или я говорю а что я хочу сегодня меня и тогда я отталкиваю всевышнего из своей жизни или я говорю а что же хочет сегодня от меня творец как я могу выполнить свою миссию и быть ближе к нему над какими качествами характера мне сегодня работать всевышний скажи мне помоги мне тогда всевышний приходит ко мне в жизнь ко мне в дом ко мне в сердце и приносит собой свои благословения человек выбирает сам или мы всевышнего выгоняем из нашей жизни не дай бог или мы его сюда приглашаем и тогда храм внутри каждого из нас